здравствуйте многие знают я дмитрий русский националист москвич по последней ситуации последним нож недели две как у нас тут все это происходит дебальский котел да все называют было много видео куча фотографий итоге вчера по моему президент украины это там европе еще где-то вернули веером русские паспорта тех убитых кто там значит в этом котле мочил хохлов какие еще нужно доказательства сколько еще можно сживать вот эти сопли причем непонятно регулярные войска вошли без объявления войны на сопредельную территорию трусость государства как это даже не могу сформулировать видео собственно говоря будет посвящено наверное обращению к военным к военным украинским военным российской федерации начнем наверное с российской федерации знаете вот недавно сидел с одним человеком который служит он мне говорит то что к ним в часть пришли люди и предлагали за 3000 рублей сутки пойти воевать на украину или в украину неважно вот из их части почти все отказались послали всех нахер несколько человек согласились 3000 рублей чтобы идти международным террористом убивать на чужой территории можно вспомнить девяносто третий год когда начиналась чеченская кампания мне тогда было 18 лет или 19 не помню я прекрасно помню как все это начиналось тоже кричали приходили уже к дембелям говорили ребята подписывать контракты в чечню будет много денег кто-то на это купился поехал в итоге оттуда никто не вернулся чечня заглотила аревскую армию переживала и выплюнула выплюнула инвалидами выплюнула 200 грузами выплюнула никому не нужными людьми 18-летние мальчики вот их посылали туда на бойню ради нефти долларов ради еще чего-то и ребята остались инвалидами и душевно и физически вот сейчас прошло 20 лет и вот те мальчики которые были тогда в чечне выросли они моего возраста и вот интересно посмотреть в глаза тем вот этим майором генералом которые сейчас посылают таких же мальчиков чужую страну воевать что вы за суки что вы за сучья племя вас перед вас вы переживали выплюнули вы живы остались и вы сейчас делаете то же самое с молодыми ребятами приказывайте им нарушать все вообще все законы и как конституционные и человеческие у вас вас кто рожал вас мать кто волчица или человек конечно может сказать я выполняю приказ знаете когда такие люди как я придут вас ставить на ножи вы уже не отговоритесь тем что вы выполняли приказ или вы проверяете вот этих вот молодых смогут ли они здесь в российской федерации стрелять по мирным гражданам как как вообще это происходит а одна знакомая у нее сестра у сестры мальчик 19 лет забрали в армию полгода учебника мальчик пропал ни телефона ничего проходит две недели звонок ей на мобильный телефон плюс 3 там что-то короче какой-то хохлятский номер мама не переживай у нас отобрали все телефоны у нас отобрали все планшетники я в луганский какая мразь его туда посылает понятно что вот эти мальчики они все не подконтрольны у них отобрали сказали посадили а увезли и они там станут холодным мясом или кем они станут вот мальчику оторвет ногу мальчику оторвет руку ему дадут какую-то пенсию нет товарищи генералы вы не защищаете меня гражданского ваша функция защищать меня и родину вы ее не защищаете не родину не гражданских вы убийцы вы террористы никакой приказ вам оправданием не будет когда вы утром встаете смотрите в зеркало вам не кается когда вы гладите своих детей со своих жен вам не кается люди которые там остаются по приказу по вашему я не говорю о добровольцы которые нас на нас слушались насмотрелись какой-то пропаганды и с ума сходит в итоге приезжает без ноги какой-то вот я смотрел фотографии спортсмен там борец уехал туда с пизерка там постоял в итоге ногу ему от нахуй от оторвало дали ему какую-то медальку на грудь которая ничего никогда стоить не будет и он вернулся сюда инвалид прекрасно ваше с ваша ваши судьи к вам милосердие испытывать не будут не думайте что вы куда-то уедете лишь или что куда-то денетесь этого не произойдет мало того что у нас здесь полно всяких всякого моно все всякого всякого тут вот вооруженный вооруженный братья которая воюет против народа теперь еще и и армия стала воевать против народа своего братского народа не надо вот говорить что украина чужая страна чужие люди это не так у кого из вас суки нету там родственников нет друзей меня поражает вот эти вот интернет бойцы бывшая десантура бывший спецназ я захожу на странице я вижу то что это братишки и у них сумасшествия мозга мочить хохлов мочить того вы суки вы не братишки вы суки украинским военным украинским особенно добровольческим отрядом добровольческим батальоном ребята все понятно что у вас ненависть все больше и больше что зашкаливает пожалуйста говорю как русский националист не убивайте молодых просто берите их в плен мальчики не виноваты от того что их туда посылали снимайте с видео пусть это видео расходится как можно больше пусть он говорит кто он такой кто туда послал пусть обращаю записывать обращение к своей маме к своим девушкам поднимайте шум ну а тех кто с большими звездами я промолчу скорее всего после этого видео на меня начнутся или возможно какие-то гонения какие-то притеснения пока я делаю все это свободно хочу сказать то что если появится какое-нибудь видео где извиняюсь где я говорю что я пересмотрел какие-то свои политические взгляды это видео будет написано под давлением я такое видео никогда не запишу самостоятельно я как был националистом русским так и останусь у меня как были взгляды так и остались я достаточно взрослый человек поэтому если что-то вдруг такое появится если случится какая-то проблема с моим здоровьем еще что-то знаете кто это сделает просто так в этой жизни ничего не происходит поэтому граждане военные украинцы будьте жесткие но в то же время помните что перед вами не только сумасшедшие какие-то крымношисты и русский мир перед вами обычные люди которые совершенно далеки от всех вот этих вот сумасшеств всего хорошего